МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он, конечно, не удовлетворял никаким требованиям. Он с 2018 года у нас не работал, потому что текла кровли очень сильная. Он требовался капитальный ремонт. Кто в каком состоянии был, детский сад, конечно, сейчас его вообще не узнать. И самая такая характерная фотография, как видите, это весна, и все на полу, все мокрое. Все из кровли течет, поэтому тут, конечно, было очень тяжело находиться. За неполный год строители успели превратить старое здание с протекающей крыши в современный объект с большими окнами, новым пищеблоком, уютными спальнями, музыкальным и спортивным залом. Мы зашли сюда с капитальным ремонтом только в апреле. Сейчас, вы видите, уже детский сад готов. В этот момент мы проходили и процедуру проектирования детского сада и ремонта. То есть мы одновременно делали проектирование и демонтаж тех вещей, которые необходимо было удалить. Кровлю, к примеру, полностью перекрывали и снимали больше 50 сантиметров бетона и утеплителя, который уже, конечно, выполнял свои задачи. Построить абсолютно новое здание садика на имеющейся территории было невозможно. Попросту не хватило бы места. Поэтому капитальный ремонт оказался лучшим выходом. Его сделали за счет средств бюджета Московской области и городского округа Реутов. Спасибо администрации, строителям, которые здесь оперативно все это воплощали в жизнь. И, по сути дела, мы имеем новый капитально встроенный объект. И это делается сегодня в рамках программы капитального ремонта детских садов. В этом году 25 детских садов будет отремонтировано в Московской области. На следующий год мы тоже эту цифру будем держать. 26 объектов уже планируется к капитальному ремонту. Детский сад на Гагарина – не последнее дошкольное учреждение, которое откроется в Реутове в этом году. В декабре при поддержке губернатора Подмосковья ожидается открытие садика на 250 мест в микрорайоне 10 и 10А в южной части города. Евгений Сафаров, Петр Гаретов, телеканал ТВ Реутов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова